От 7 до 9 тонн на одну ось. Такое количество груза на грузовом автомобиле без проблем и штрафов легко пройдет весовой контроль. Передвижной пункт с автомобильными весами с начала августа работает на 11-м километре трассы Ленск-Мирный. Специалисты контролируют, чтобы перегруженный транспорт не портил дорожное полотно. Все подробности у Алиси Васевой. Согласно правилам перевозки, установленных управлением автомобильных дорог Якутии, на каждую ось должно приходиться от 7 до 9 тонн в зависимости от транспортного средства. Именно такая нагрузка позволяет доставлять груз, не разбивая при этом дорожное полотно. За соблюдением всех норм перевозок следят специалисты передвижного пункта весового контроля. Этому новшеству уже 5 лет пункт работает на дорогах республиканского подчинения. Частота проверок у нас выездных в принципе получается раз в квартал. То есть в течение года мы 3-4 раза выезжаем. По всем направлениям, включая город Ленск. Также у нас ведется весовой контроль в направлениях республиканских дорог. В частности, Хангаласский район, Мегино-Хангаласский район, Алёкминский район. Там, где проходят дороги республиканского значения. Этим летом весовой контроль на трассе Ленск-Мирный будет работать в течение целого месяца. Установили его еще в начале августа. У водителей мнение на его счет разделилось. Не очень удобно. Лучше бы где грузимся, там бы взвешивались. И сразу бы ехали. Пробок не создавали бы по дороге тут. Я считаю, что сделано все правильно, быстро, грамотно. Фактически времени не теряешь. Очень удобно. Чтобы ускорить время взвешивания, пост полностью автоматизирован. Поэтому и накинуть лишние тонны к перевозимому грузу тоже не получится. В комплекте передвижного пункта автомобильные весы, терминал и компьютер, на котором установлена специальная программа. Все сертифицировано. По окончанию взвешивания все данные передаются в управление автодорог. И если есть нарушения, то сразу производится дальнейший расчет возмещения вреда дорожному полотну. Крупные перевозчики к таким условиям уже привыкли и заранее заботятся о своих машинах. В этом году на каждую единицу транзитного транспорта управления «Алмаздуртранс» были выписаны специальные пропускные документы, позволяющие грузить машину по номинальной грузоподъемности. При этом в Дорожный фонд Республики были внесены средства на оплату возмещения ущерба.